Здравствуйте! Вы слушаете и смотрите тест-драйв по системе управления инженерными данными Autodesk Vault, а именно девятую лекцию третьего раздела использования, которая называется WebClient и AutodeskBusso. Мы уже подходим к заключительной части данного раздела. Перейдем сразу же к делу и поговорим первоначально про тонкий клиент Vault, который поставляется абсолютно бесплатно с профессиональной версией Autodesk Vault и позволяет получать доступ к системе пользователям, которые находятся за пределами организации либо пользователям смежных организаций. Итак, перейдем в веб-браузер. В строке ввода адреса необходимо ввести адрес сервера, затем Autodesk TC, что значит ThinkLine, то есть тонкий клиент. Точно так же, как и в толстом клиенте, вводим сервер и хранилище, имя пользователя. Затем попадаем на главную страницу, где мы видим ознакомительную информацию. Можем также сразу же перейти к справке по Autodesk Vault. Ну, перейдем в проводник проекта и видим абсолютно ту же информацию, что и в толстом клиенте. То есть мы можем просмотреть структуру папок, можем просмотреть детали о том или ином объекте, о той или иной папке. Например, у нас сейчас открыта деталь лопасти. Мы видим, что существуют три версии, точнее три редакции, которые, соответственно, доступны нам для редактирования. Первое, что мы можем сделать, это изменить заголовок. По умолчанию можем загрузить свой заголовок, то есть стартовую страницу. Затем мы можем включить просмотр только завершенных элементов и только завершенных версий файлов в тонком клиенте. То есть те версии файлов и элементов, которые не завершены, то есть находятся в разработке, в тонком клиенте отображаться не будут. Затем мы можем настроить свойства в том виде, в котором нам необходимо при отображении на главной странице. При отображении на страницах тонкого клиента. Затем также перейдем в папку, видим все документы, которые хранятся в проекте Они, соответственно, здесь видны и находятся в разработке, потому что мы включили соответствующую опцию Также мы можем просмотреть структуру изделия Мы создавали в предыдущих лекциях структуру изделия ветрогенератор Видим, какие компоненты в него входят Можем просмотреть версии, редакции и так далее Можем просмотреть родителей, потомков данных элементов Выбрать вид отображения, структурированный список, либо просто таблица Также можем выбрать определенные поля для отображения Например, укажем единицы Видим, что для изготовления бетона нам нужны определенные компоненты в определенном количестве Также в тонком клиенте, как и в толстом клиенте То есть в основном существует механизм расширенного и простого поиска Например, введем ветрогенератор и находим сразу же нашу сборку Которую мы проектировали в ходе данного тест-драйва Каждый из этих файлов, соответственно, имеет структуру версии редакций Как я рассказывал ранее И для того, чтобы просмотреть данные объекты Нам необходимо открыть деталь Нажать на соответствующий значок Соответственно, прямо внутри веб-браузера мы сможем просмотреть 3D-визуализацию А также внести определенные пометки и комментарии После чего, обладая лицензиями на WorldOffice Мы эти пометки сможем загрузить обратно в систему Например, введем пометку к данному цилиндру Что малый диаметр, необходима доработка Также можем произвести измерения здесь То есть это полноценный механизм работы Как в Autodesk Design Review для персональных компьютеров Ставится автоматически при установке Design Review И появляется в всех доступных веб-браузерах Итак, мы внесли определенные пометки Сохраним теперь данные пометки на жесткий диск Введем имя пометки, так как с кодировкой произошла какая-то проблема Например, введем наименование правки в файле TD0110 Лопасть Сохраним данный файл После чего, как я и сказал, обладая лицензией на WorldOffice Мы сможем данный файл загрузить в папку с помощью тонкого клиента Выбираем файл Ждем, пока он загрузится Затем перейдем в толстый клиент То есть стандартное приложение World И просмотрим, что данный файл Действительно загрузился И действительно отображается То есть таким образом мы можем предоставить доступ к системе Тем пользователям, которые удалены Например, от нашего офиса для внесения пометок Либо тем пользователям, которые работают с документацией Также, обладая лицензиями на WorldOffice Мы можем выдавать файлы из тонкого клиента Поэтому работа с документами также может быть значительно упрощена Например, перейдем в один из документов Например, Project Dashboard Как видим, доступна кнопка выдача После нажатия на которую меняется шрифт Что значит, что данный пользователь забрал документ Внесем какие-то незначительные коррективы И, соответственно, уже сможем данный документ вернуть Что мы и сделаем Выбираем файл для загрузки Он возвращается, появляется новая версия Которую мы можем уже и просмотреть и использовать в дальнейшем Сейчас, если мы откроем версионность данного файла Видим, что создал данную версию администратор Только что Соответственно, в тонком клиенте, так же, как и в толстом Мы можем просмотреть всю информацию по Файлам и папкам Всю атрибутивную информацию А также использовать механизмы расширенного поиска По атрибутам По категориям По элементам и так далее Например, сейчас откроем Расширенный поиск Выберем Какой-либо атрибут Для осуществления по нему поиска Ну, например, имя файла Содержит Можем добавить неопределенное количество атрибутов А также указать, где именно искать В элементах, в папках или во всем хранилище Для демонстрации создадим нового пользователя Назовем его заказчик Назначим определенные права данному пользователю Например, обозреватель элементов документов Диспетчер документов Укажем хранилище И он будет входить в группу документов Затем предоставим доступ данному пользователю Дадим всем группам пользователей доступ полный А заказчику доступ только на чтение Предоставлять клиенту полный доступ К клиенту или смежным организациям Итак, далее речь пойдет про Autodesk Basso Это специальное приложение А точнее специальный ресурс на серверах Autodesk Который позволяет делиться разработками Также со смежными организациями Первое, что нужно сделать для того, чтобы Получить доступ к данному ресурсу Необходимо зайти в программы и компоненты Выбрать Autodesk World Professional Client Нажать изменить удалить Затем добавление и удаление компонентов Здесь мы можем отметить все те пункты меню Все те приложения, которые ставятся Дополнительно к клиенту Волта Например, интеграции с продуктами Саппор Интеграции с Microsoft Office Copy Design, Job Processor, Autoloader и так далее Нам необходимо выбрать пункт Project Sync И активировать его После активации данного пункта В толстом клиенте Волта Появится дополнительный функционал Который позволит публиковать данные На сервера в глобальной сети Сейчас я это продемонстрирую Итак, установка завершена Зайдем в клиент Autodesk World Professional Выполняется автоматический вход После чего мы видим, что у нас появились Дополнительные кнопки А именно публикация в BASO Обновление из BASO И добавление из BASO А также синхронизировать Все эти кнопки позволяют Публиковать данные Систему BASO Далее в этой лекции Я расскажу более подробно Про эту систему Сейчас мы выберем какой-нибудь объект Например, деталь Видим, что кнопки становятся активными И мы можем приступать к публикации данных Также публикация данных может осуществляться не по кнопке А по расписанию А также при переходе из одного этапа жизненного цикла в другой Настраивается интеграция в меню сервис Параметры Project Sync Где мы указываем сервер Имя пользователя и пароль И настраиваем сопоставление папок Сейчас перейдем в браузер И подключимся к BASO Для того, чтобы иметь доступ к данному сайту Необходимо приобрести подписку По подписке данный клиент Данное приложение поставляется абсолютно бесплатно И все пользователи World Professional с подпиской Могут пользоваться данным приложением Для того, чтобы начать использование Необходимо создать собственный сайт На данном ресурсе Я сайт уже создал В принципе, никаких проблем это за собой не несет Переходим на К сожалению, сайт на данный момент только на английском языке И поддерживает исключительно англоязычную раскладку Здесь мы можем создать сайт Нажав кнопку Try То есть попробовать Как я и сказал, мой сайт уже создан Называется он Test Drive World Я ввожу его имя Затем пользователя И ввожу пароль После чего попадаю На ресурс Autodesk BASO Как видите, слэш Test Drive World Этот сайт я создал специально для Test Drive Здесь есть следующий функционал Во-первых, здесь поддерживается Полноценная структура папок Такая же, как в Alte И в принципе в других приложениях В системе Windows Например Также здесь мы можем Смотреть атрибуты Смотреть метаданные Файлов и папок Просматривать визуализацию Вносить пометки и так далее Файлы и папки могут быть блокированы И разблокированы Единственный момент Что пользователи, конечно же Не наследуются из системы Vault Пользователей необходимо На собственном сайте Создавать собственноручный Например, создадим новую папку Назовем ее Projects То есть проекты Сохраним изменения И сейчас я покажу Как настроить синхронизацию Данных с этой папкой Перейдем опять в Autodesk Vault Откроем параметры Projectsync Введем галку Включить Projectsync Она должна быть активна Затем Управление серверами Вводим имя сервера Которое Нам демонстрируется При создании сайта Затем имя пользователя И пароль После чего Нажимаем параметры Синхронизации Как мы видим Можно синхронизировать Данные ежедневно В определенное время Постоянно То есть при изменении Любых данных Система автоматически Загрузит их на сервера А также необходимо Настроить параметры удаления То есть Что делать с теми файлами Которые удаляются В BASSO Как вести Себя в VALTU То есть что делать с этими файлами Если они были удалены Соответственно я включил Что не удалять Настраиваем синхронизацию Выбираем папку В BASSO Затем папку В VALTU То есть мы Нашу папку проекта Синхронизируем с папкой Projects На серверах После чего Задание отправляется На джоб сервер И Публикуется в автоматизированном режиме Как я и сказал Все проекты Представьте Представьте Что сейчас Это компьютер Какой-то смежной организации В которую В автоматизированном режиме Приходят Определенные данные То есть Например Чертежи Завершенные чертежи Мы публикуем В BASSO Так настроена Например У нас Система И клиент Соответственно Ничего не делает Кроме как Подключается к BASSO И смотрит данные чертежи Также Может их блокировать Вносить коррективы Правки И так далее Как вы видите С помощью BASSO Мы можем просмотреть Документ Например Сейчас найдем Какой-нибудь чертеж Выберем его И Можем просмотреть Вести пометки И так далее А на этом У меня все Касательно Клиента BASSO А также Тонкого клиента Autodesk World Надеюсь Было полезно И интересно До новых встреч В следующих лекциях Всего доброго И до свидания